Недавно я купил себе форматно-раскроечный станок, который вы видите на заднем плане, а тот, которым пользовался раньше, решил продать. Станок Витебского завода заточных станков, модель BDS-4. Предназначение фуговка и распиловка древесных материалов. Как из натуральной древесины, так и плитных. Типа DSP, MDF, USB и тому подобных. Характерные особенности в том, что на стальной сварной раме установлена чугунная литая станина и электродвигатель, который может работать как от напряжения 220 Вольт, так и 380 Вольт. Для того, чтобы он мог работать в однофазном режиме, есть электрошкаф, в котором установлены конденсаторы, как пусковые, так и рабочие. Так что потеря мощности совсем небольшая. Плиты фуговочного стола регулируемые, и передняя, и задняя. Регулировка довольно тонкая, позволяет настроить буквально десятки миллиметров для съема материала. Плиты тоже чугунные, фрезерованные, направляющие и шлифованные поверхности, верхние поверхности. Стол распиловочный, тоже чугунный. Я его модернизировал. Сам по себе он имеет четкую и правильную геометрию, на которую можно устанавливать каретки всевозможные. Сейчас он сделан так, что можно распиливать не только доску, но и плитные материалы. Он имеет расширитель и параллельный упор, который легко настраиваться на нужный размер. Так же легко его можно снять и установить транспортир. Для этого есть паз, а транспортира есть планка с Т-образной формой. На транспортире есть градуировка и детали можно отпиливать как под углом 90 градусов, так и в диапазоне до 45. На фуговочном вале есть защита, пильный диск также защищен защитой и установлен сзади расклинивающий нож. Более подробно устройство станка можно посмотреть в тех роликах, на которые я дам ссылку. Там я делаю ревизию, замену подшипников и можно будет подробно посмотреть, как устроен станок поагрегатам. На данный момент станок подключен к трехфазной сети. И запускается через электромагнитный пускатель. Если у кого-то нет напряжения 380 Вольт, можно использовать 220 Вольт. Для этого, как вы видите, стоят конденсаторы. Также можно увидеть подъемный механизм, усовершенствованный по сравнению с тем, который был с завода. Видеоролик о модернизации я тоже сделаю в описании. Благодаря ему можно очень тонко настраивать высоту пропила для образования четверти или других каких-либо операций. Благодаря ему все. Привет. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Кому как удобнее. Отправка новой почтой или самовывоз. Для того, чтобы получить дополнительную информацию или договориться о покупке, пишите в личку. Всем спасибо за внимание. До свидания.